Хочу пеллетный котел с возможностью топиться дровами, а то вдруг кризис. Денег на пеллеты не будет или пеллеты вообще пропадут, а дрова найдутся всегда. Эту фразу за 8 лет работы я слышал десятки тысяч раз. И, как показала практика, кризисы действительно случаются. Но давайте разберемся по факту, будет ли толк от этой покупки, будет ли выгода и будете ли вы пользоваться когда-нибудь такой возможностью, как отопление пеллетного котла дровами. Всем привет, с вами Анатолий Матвеев, основатель компании LTE Group, первый центр отопительных решений. И вы на канале Лаборатория Тепла. Для начала давайте разберемся, чем отличается обычный пеллетный котел от комбинированного, так называемого универсального, с возможностью отапливаться дровами. Как правило, у такого котла есть внутри топки отсек, куда можно положить дрова. Как вы понимаете, пеллетный котел от дровяного отличается тем, что у дровяного большая гигантская топка, но маленький теплообменник, потому что дрова дешевые и котлы дешевые, и делать там дорогой теплообменник, будет невыгодно его покупать, просто не будет такой котел. Слишком много стали, слишком много возни. А у пеллетного котла стоимость высокая, топливо дорогостоящее, поэтому там делают максимально большой и качественный теплообменник, чтобы снять как можно больше тепла. Но при этом там нужна минимальная топка, потому что в ней установлена горелка, которая занимает очень мало места. И вот в это пространство втискивают еще и отсек, в котором будут гореть дрова. Во-первых, чтобы горели дрова, нужно защитить горелку, чтобы они ее не испортили. Это делает пространство для размещения дров еще более маленьким. В результате работает такой котел очень короткое время, час, максимум два. Но возможность есть. И эта возможность психологически успокаивает пользователя такого котла. Напишите в комментариях, готовы ли вы ради экономии 5000 рублей в год отапливаться выходные дровами, каждые 2-3 часа, подкидывая их в топку. Фишка работы универсального котла в том, что он не может перейти в автоматическом режиме с дров на пеллеты. Когда вы собираетесь отапливаться дровами, вам необходимо переключить котел в ручной режим, чтобы подача топлива прекратилась. Таким образом он превращается в обычный твердотопливный котел. И когда вам надо вернуть его в автоматический режим, то вы должны подойти к котлу и переключить этот режим. То есть нельзя просто подкинуть дрова и забыть про котел. Когда прогорит, включится пилетник. Нет, не включится. Следующий момент. Подходить вам к нему придется минимум каждые 2 часа, потому что топка маленькая, дрова быстро заканчивается. Третий момент. Когда вы решите переключиться на пилетный котел, вам бы для начала хорошенько отскоблить теплообменник, потому что вряд ли вы будете использовать какие-то дорогостоящие, качественные, высушенные дрова. Вы возьмете шлак с огорода. Этот шлак накидает на теплообменник котла огромное количество нагара. В результате, если вы просто переключитесь на пилетное отопление, то ваши пилеты полетят в трубу. Вернее, тепло от пилет полетит в трубу, отапливает атмосферу. А для того, чтобы котел продолжил эффективно работать, вам надо будет остановить его, остудить его и как следует почистить. Вспомнить старые сказки про кочегара трубочиста. Потом принять душ, очистить ногти, ну и избавиться от запаха копченой колбаски. С одной стороны, такое решение успокаивает, с другой стороны, такое решение не добавляет вам ни грамма выгоды. Вы не будете этим пользоваться. Ни один из моих покупателей пилетного котла не пользуется этой функцией. Все они попользовались, а потом сказали, это было ошибкой. Еще один важный момент. Многие производители отделяют горелку от отсека с дровами водонаполненными колосниками. Что это значит? Ну, просто такие трубочки, в которых пробегает теплоноситель. И заявляют это как преимущество. Ну, типа, у нас площадь поверхности теплосъема увеличилась, у него еще коэффициент полезного действия увеличился. Но они умалчивают о другом. В котле есть водяная рубашка. Там вода совершенно спокойно циркулирует. А эти трубки маленького диаметра. И вода, она крутится через котел, но практически не циркулирует по этим трубкам. Когда включается горелка, она начинает поливать эти трубки большим количеством тепла. Вода в этих трубках начинает закипать. Ну, потому что циркуляция плохая. На трубках в течение года, максимум в течение двух, внутри образуется нагар, который в один прекрасный момент либо полностью перекрывает поток воды через эти трубки, либо частично. Но даже при частичном перекрытии сталь-вода, сталь начинает сильно перегреваться. И буквально за 3-4 часа прогорает насквозь. То есть, как только внутренний нагар превысит предельно допустимый объем, ваш котел просто прогорит. Мы очень часто делали ремонт таких котлов. Нам приходилось разбирать, отрезать эти трубки, заваривать их. И таким образом мы восстанавливали работоспособность вполне себе хорошего, качественного котла, у которого просто перегорели вот эти водонаполненные колосники. Давайте разберемся с боязнью того, что пеллеты исчезнут с рынка. Вы боитесь, что у вас пропадет электричество? Может быть, вы боитесь, что пропадет дизельное топливо? Или, может быть, жиженый газ перестанут продавать? Я понимаю, что пеллеты не так сильно на слуху, и о них думают о том, как о неком кустарном производстве двух-трех производителей. Это десятки тысяч производителей. Мы занимали третье место в Европе по объемам производств. Сейчас, я думаю, еще больше. Это гигантский рынок, который вот так вот, по щелчку, ну просто не может схлопнуться. Как только разоряется или закрывается один производитель, появляется еще десять. Рынок, который растет, растет и растет. За восемь лет, что мы монтируем систему отопления, пеллеты не подорожали ни на сколько. Они как стоили от пяти с половиной тысяч до двенадцати тысяч рублей, так и стоят. Зато представляете, насколько за это время подорожали другие виды топлива? Электричество, газ, сжиженный газ, дизельное топливо. А знаете, почему они подорожали? Потому что там есть единственный поставщик, который регулирует на них цены. Пеллеты производят десятки тысяч производителей. Пеллеты делаются из отходов деревообрабатывающего предприятия. То есть там есть запас маржинальности, потому что они либо утилизируют за деньги эти отходы, либо превращают их в деньги. Естественно, с каждым годом более успешные предприятия, которые накапливают определенную мощность и имеют возможность купить специальное пеллетное оборудование, устанавливают у себя этот цех и вместо того, чтобы выбрасывать и платить за вывоз мусора опилки, начинают их прессовать. В результате увеличивают свою доходность. То есть рынок производителей растет, цена с учетом увеличивающего спроса все равно остается постоянной. И прекратить производство пеллет, ну это все равно, что прекратить продажу дизельного топлива. По статистике наших же покупателей, которые, несмотря на наши рекомендации, все равно купили универсальный котел, они на отопление пеллетами плюс дровами тратят столько же денег, сколько на отопление просто пеллетами. Потому что они ленятся чистить теплообменник каждый раз после того, как топятся дровами. И они просто делали эксперимент. Они топились один месяц дровами и пеллетами, по выходным дням превращаются в кочегаров. А следующий месяц топились только пеллетами. И даже если месяц был холоднее, все равно расход на пеллетах не превышал, а даже иногда и был меньше, чем расход пеллет, когда они использовали дрова. Это мнимая экономия, огромное количество геморроя, удорожание стоимости оборудования, снижение срока его эксплуатации. Такое себе решение. Если у кого-то из наших подписчиков есть опыт эксплуатации этого котла, напишите о нем. Я думаю, всем будет полезно услышать. А для тех, кто ищет хороший пеллетный котел и хочет разобраться перед тем, как определиться с выбором, мы сделали специальный чек-лист, по которому можно определить подходящее именно вам оборудование. Скачивайте его по ссылке в описании к этому видео. Чтобы закончить этот ролик на позитивной ноте, скажу, что пеллетное отопление, на мой взгляд, это очень классный источник тепла. С его эксплуатацией связаны определенные трудности, но в условиях отсутствия магистрального газа это самый удобный и выгодный источник тепла, особенно для коммерческих предприятий. На своем канале я часто рассказываю о различных видах отопления, сравниваю их и объясняю, в каком случае кому подойдут пеллеты, кому дизель, кому газгольдер, кому электричество. Потому что ни один из этих источников тепла не является панацеей. У каждого есть свои преимущества и свои недостатки. И в каждом конкретном случае разным клиентам подходит разное решение. Поэтому обязательно поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал, напоминаю, нам очень важны ваши подписки. И смотрите другие видео, которые помогут вам сделать правильный выбор. С вами был Анатолий Матвеев, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok